Симптомы болезни Но иногда этого бывает недостаточно. Например, для обследования полых органов, желудок, пищевод, трахеи, ни рентген, ни УЗИ не подходят. Зато вот этому прибору, который называется видеоэндоскоп, такие случаи как раз по плечу. Трубку, на конце которой находится камера, вводят в пищевод, желудок, трахею, носовую полость. С ее помощью можно увидеть то, что недоступно невооруженному глазу. Кроме того, современный эндоскоп оснащен еще и цветным дисплеем. Это позволяет не только получать высококачественное изображение, но и сохранять его в памяти прибора для дальнейшего изучения. С помощью эндоскопии мы можем обследовать практически все системы. Это и система дыхания. То есть одно из самых невыполнимых методов исследования – это нос, который длинный, узкий, тонкий. Сейчас у нас есть возможность заглянуть и внутрь него, увидеть там инородный предмет, увидеть опухоль, увидеть воспаление и сразу же помочь такому животному. Мы можем обследовать трахею, бронхи, делать смывы, видеть характерные изменения. Это тоже все новое в ветеринарной медицине, и оно довольно востребовано. В дальнейшем есть перспектива эндоскопии суставов. Это очень сложная отрасль, но она тоже необходима, и пока она в процессе перспективы разработки. Преимущество эндоскопического метода в том, что он позволяет визуально выявить патологический очаг, определить его точную локализацию, протяженность, провести прицельную биопсию для гистологического исследования, взять материал на бак-посев, а также оценить эффект от лечения или определить объем хирургического вмешательства. Наиболее часто эндоскопия ветеринарии используется для диагностики заболеваний дыхательных путей, мочеполовой системы, носовой полости, ушных раковин. А в диагностике болезней желудочно-кишечного тракта значение этого метода вообще трудно переоценить. Такие органы, как пищевод и желудок, они весьма трудны для диагностики. Нам очень сложно посмотреть с помощью рентгена и УЗИ, что же на самом деле происходит внутри такого органа, какой тип воспаления, какой гастрит, хронический или он острый, атрофический или гипертрофический. Поэтому с появлением видеоэндоскопии у нас появилась уникальная возможность посмотреть изнутри, какая же на самом деле патология, какая причина заболевания у животного. С помощью эндоскопии мы получаем исчерпывающую информацию. Мы можем сделать биопсию, посмотреть на структуру органа изнутри, увидеть самые мелкие изменения. Для обследования у нас доступны все отделы пищевода, желудок, 12-перстная кишка и нижние отделы кишечника, это толстый кишечник. Среди пациентов, которых мы можем обследовать таким методом, это могут быть и крошечные собачки от веса килограмма, и громадные питомцы весом свыше 80 килограммов. То есть существуют различные приборы различных диаметров, в которых мы можем с легкостью посмотреть любое животное. Очень часто в клинику обращаются владельцы домашних животных, особенно котят и щенков, которые подозревают, что их питомец проглотил что-либо абсолютно несъедобное. До появления видеоэндоскопии спасти пациента зачастую могла только операция. А сейчас эндоскоп позволяет провести процедуру его извлечения из пациента быстро и безболезненно. Пищевод физиологически имеет три сужения. Одно из иноболея узких из них является диафрагмальное, то есть то место, где грудная часть пищевода, проходя диафрагмой, превращается в брюшную. Именно в этом месте чаще всего происходит обструкция инородным предметом. В хирургической практике это место наиболее проблематично для проведения каких-либо манипуляций, потому что приходится вскрывать в одну клетку и проводить весьма сложные манипуляции вблизи сердца, лёгких, крупных магистральных сосудов. Поэтому извлечение инородных предметов в этом месте всегда было довольно большой проблемой. Такие операции сложны, дорогостоящи, и они имеют наибольший процент вероятности возникновения послеоперационных осложнений. С помощью современной видеоэндоскопии у нас есть уникальная возможность извлечения любых предметов из любых отделов пищевода и желудка без единого разреза, без сложных операций, без тяжелого послеоперационного периода. То есть мы можем зайти, захватить этот предмет, вытащить его, и животное в течение нескольких часов приходит в себя и уже может вести свой обычный образ жизни. С помощью эндоскопа можно выполнять такие операции, как удаление матки и яичников у кошек и собак, операции на желудочно-кишечном тракте, удаление новообразования, извлечение инородных тел из кишечника и камней из мочевого пузыря. Преимущество эндоскопической хирургии состоит в том, что операции малотравматичны и потому требуют меньше времени на заживление. Но самое главное преимущество эндоскопии – возможность одновременной диагностики и лечения. В последнее время у наших питомцев участились случаи возникновения онкологических заболеваний. Если опухоль появляется в желудочно-кишечном тракте, она часто растет не в просвет органа, а в толщу тканей. Поставить диагноз с помощью УЗИ в этом случае очень трудно. А вот эндоскоп позволяет не только увидеть все собственными глазами, но и взять ткань для гистологического исследования. Именно с помощью эндоскопии мы можем увидеть измененную структуру, мы можем взять кусочек этой ткани, отправить на гистологическое обследование и установить истинную причину этой опухоли. И чем раньше владельцы обращаются с такой проблемой, и чем раньше мы устанавливаем точный диагноз, тем больше шансов на то, что мы можем не вылечить, но максимально длительно продлить и улучшить качество жизни такого животного. С появлением таких методов, как эндоскопия, у ветеринарных врачей появилась возможность быстрее поставить диагноз в сложных клинических случаях. А у четвероногих пациентов больше шансов на выздоровление. Ведь чем быстрее поставлен диагноз и начато лечение, тем лучше справиться с болезнью. Врачи клиники на рабочей помнят об этом и стараются сделать все, чтобы наши питомцы всегда были здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова